Все, теперь все, теперь все точно должно получаться у нас с вами. Я создала группу, можете писать туда вопросы. Давненько мы с вами на самом деле не виделись, давненько у нас с вами не было общения. Я искренне этому рада, что у нас с вами сегодня получается поболтать. Что хочется сказать? Не планировала я какую-то на самом деле тему сегодня. Тут скорее такое желание с вами поболтать, поотвечать немножечко на ваши вопросы. Потому что я в последнее время больше времени провожу в платном канале. Провожу сейчас еще дополнительно обучение в Бусти. Но ни в коем случае не собираюсь забрасывать свой драгоценный канал Точка Женственности. Потому что вложила в него очень много своей личной женской персональной энергии. И дополнительно, помимо моей активной деятельности в социальных сетях, еще и записывала новые видео уроки. Новые видео уроки будут здесь, в Телеграм-канале. Вообще, кстати, хотела сказать следующее. Все новые видео, они будут в Телеграм-канале. На YouTube я буду выкладывать записи прямых эфиров, возможно, какие-то короткие видео. Суть не в этом. Суть в том, что авторские какие-то мои уроки, авторская информация, сакральная информация, она теперь отныне будет в 10 Телеграм-канале. Поэтому, если вам близка моя идеология, если вам близко мое мировоззрение, если вам близко то, что я транслирую, давайте не теряться, давайте оставаться здесь в Телеграм-канале. Но не то, чтобы я не верила в YouTube. Конечно, я в YouTube верю, безусловно. Это достаточно такая крупная площадка. Но на интуитивном уровне хочется больше вкладываться в Телеграм-канал. Так что скоро будут здесь новые видео для получения какой-то такой некой сакральной информации. Давайте вот тут вот кучковаться, друг другу помогать по женскому типу, подпитывать вот это пространство своим вниманием. И тогда все у нас с вами будет получаться. Потому что, когда есть такая некая обратная связь, это всегда наполняет. На YouTube я пока не пойму, в чем обратная связь, честно говоря. Но туда тоже очень-очень много вложено энергии, туда очень много вложено моего внимания. Поэтому все равно буду туда что-то периодически выкладывать. Я думаю, что вы, кстати, заметили, некоторые видео, они исчезли из YouTube. Это не просто так. В ближайшее время я их немножечко там подредактирую. И они опять же здесь будут у нас в Телеграм-канале. Есть у меня один план. Я этот план буду реализовывать. Так что не теряемся, остаемся в Телеграм-канале. Ну, давайте. Девочки, на вопросы, на которые можно ответить в рамках общего прямого эфира, я, безусловно, поотвечаю. На те вопросы, где требуется чуть ли не персональная консультация, девчонки, без обид, отвечать не буду. Потому что это такой, знаете, энергозатратный процесс, который требует персонального вовлечения. Так что без обид. Скажите, пожалуйста, чем так страшен ретроградный Меркурий Альбина? У меня обычно приятные перемены происходят, а иногда просто нет энергии. Альбин, у меня в Телеграм-канале Точка Женственности есть целый подкаст, который посвящен ретроградному Меркурию. В принципе, по большому счету, вы можете в поисковике забить про ретроградный Меркурий и найдете там всю информацию. Он ничем не страшен. Это скорее такой некоторый момент, когда нам нужно быть просто чуть более внимательными. Когда само пространство обращает наше внимание на определенного рода недочеты, которые нужно устранить. Тут вопрос фиксации внимания, не более того. Давайте по-честному. Сейчас вот уже несколько лет идет такой момент определенного нагнетания обстановки. Нагнетания вот этих вот страшных каких-то историй в ретроградный Меркурий никогда нет. Девчонки, мы летали в ретроградный Меркурий, мы, блин, женились, замуж выходили в ретроградный Меркурий, детей рожали в ретроградный Меркурий, покупки совершали в ретроградный Меркурий. Все это было ровно до тех пор, пока мы про этот ретроградный Меркурий не узнали. И теперь мы все стали этого процесса и этого периода панически бояться. Но не надо. Да, есть определенные вещи, на которые нужно обращать внимание. И здесь скорее речь идет о том, что мы доделываем. То есть ретроградный Меркурий это не какой-то страшный черт, который нас всех кошмарит. Это скорее такой некоторый момент того, что нам нужно закончить какие-то определенные дела, завершить какие-то процессы, которые нас тянули назад. И просто каждый раз в ретроградный Меркурий нам подсвечивается то, что нужно. Например, у меня ретроградный Меркурий это исключительно момент тренировки моей поспешности. Я сама по себе очень активный человек. Я постоянно выполняю несколько дел одновременно. И ретроградный Меркурий просто учит меня некой последовательности. Проверь микрофон, проверь камеру, три раза подыши, успокойся, все нормально. Ну а если будешь торопиться, как при ловле блох, то тебе будет не очень комфортно. Поэтому лично на меня он действует только так. Тут отслеживайте персональные аспекты для себя. Потому что, как ни странно звучит, ретроградный Меркурий, несмотря на то, что у него есть такая некая общая система взаимодействия с людьми, все-таки определенные персональные аспекты, они в этом вопросе прослеживаются. Добрый день, Катерина. Что посоветуете, как можно в голове убрать программу от мамы, что в сексе ничего хорошего? При том, что с головой все давно поняла и секс нравится. Никак это не дает раскрыться. А при чем здесь вы и мама? Ну это мамино восприятие. Вы отделите себя для начала от мамы и перестаньте себя с ней отождествлять. Вы это вы, мама это мама. У вас а разные мужчины, б разная сексуальность. В конце концов, примите, что у мамы может быть своя позиция на этот счет. Приходите в «Про женщин», там есть очень классный комплекс «Мама во мне». Поработайте с мамой, по-другому может быть начнете ее воспринимать. На самом деле в этом вопросе самое главное осознать в первую очередь, что вы это не мама. И мамины программы это мамины программы. Но если вы эту программу на себя принимаете, если вы с этой программой живете, значит для вас в этой программе есть какая-то вторичная выгода. Я скажу вам следующее. Мы принимаем от родителей огромное количество программ. Огромное количество программ. И мы с этими программами живем. Мы с этими программами существуем. Но видим, замечаем, осознаем и уделяем внимание мы только тем программам, откровенно говоря, в которых для нас существует определенная вторичная выгода. Значит по какой-то причине вам выгодно думать о том, что в сексе нет ничего хорошего. Либо вам попадались партнеры, в которых вы не испытываете достаточное количество удовлетворения. Обратите внимание на свои сексуальные опыты. Пройдитесь мысленно по всем партнерам, которые у вас были. И вычлените, с какого партнера вот это все началось. Потому что программы наших родителей перманентно, они с нами существуют всегда. И их гораздо больше, чем 1, 2, 3, 5 или 10. Их огромное количество. Включаются программы только тогда, когда у нас для этого создается благоприятная среда. Соответственно в вашей жизни появился партнер, который подтвердил вам тот факт, что в сексе нет ничего хорошего. Вы эту программу взяли, радостно понесли дальше. С того момента, как вы начинаете об этом говорить, это уже не мамина программа. Это программа, которую вы подпитали своим вниманием. Ну вы перекладываете ответственность. Тут вопрос не в том, что это страх. Это вопрос перекладывания ответственности. Потому что когда вам дают пинка, когда вам показывают, когда вам направляют, вы как бы чуть-чуть с человеком итоговый результат разделяете. Тут не страх, что вы не справитесь. Тут страх в другом. А какой результат получится и готова ли я нести ответственность за этот результат? Не более того. Так что это не про страх действовать. Это про страх увидеть итоговый результат своей работы. Вам нужно научиться брать ответственность за итоговые результаты на себя. Какими бы не всегда благоприятными они были. Вот что потопали, то и полопали. Да, есть такая поговорка. Ну вот собственно говоря, здесь примерно то же самое. Иначе получается такая история. Это очень часто прослеживается у тех, кто постоянно идет на онлайн расклады Таро для того, чтобы, например, получить какой-то совет. По отношениям, например, вообще-то. Вообще-то по отношениям очень часто такое бывает. Или, например, там каких-то судьбоносных аспектов. Люди очень часто в большинстве своем хотят услышать конкретные рекомендации. Тут очень важно, какой сфер у вас это касается. Если сфера отношений, то это одна история. Если сфера работы, здоровья, это другая история. То скорее не страх, что у вас ничего не получится, а страх того, что вдруг что-то получится. С этим нужно будет что-то делать, и это что-то на 100% моё. Почему случаются травмы на ровном месте? Анна, я не знаю. За невнимательности. Травмы на ровном месте чаще всего происходят из-за невнимательности. Здесь нет ничего суперсакрального или какого-то суперсекретного. За неделю у меня и у сына, и у кошки. Значит, куда-то бежите все вместе. Значит, друг друга подгоняете, торопите. Вопрос в умении заземлиться. Всё начинается не с ребёнка. Всё начинается с взрослого человека в семье, который запускает определённую цепочку событий. Значит, вы куда-то торопитесь, подгоняете. И фокус своего внимания сместили со качества на какой-то количественный показатель, на активное движение. Вот и всё. Тем более, сейчас у нас период ретроградного Меркурия. Мать его. Здесь для вас тоже нужно сесть и подумать, куда бежим, зачем бежим. И, собственно говоря, каких результатов хотим достичь. Здравствуйте. Благодарю за ваши... Жду новых саблименалов. Они у вас прекрасны. Да, благодарю. Мне это очень приятно и ценно. Насчёт саблименалов пока не знаю, будут ли они. Если будут, то сейчас у меня в проекте создать саблименал для подростков к подготовке к ЕГЭ экзаменам. Да, и для студентов тоже. Здравствуйте. Я переехала в съёмную квартиру. Там очень тяжёлая энергетика. Можно ли как-то очистить пространство? Катюша, здравствуйте. Да, можно. У меня на Ютубе есть целое видео, которое этому посвящено. Как чистить пространство дома? Пожалуйста. Можете там посмотреть. Очень вполне себе исчерпывающая информация. Более чем подробно. Энергетику, да. Почистить можно, почистить нужно, если вы это чувствуете. Самое главное, это потом наполнить чем-то очень-очень сильно благоприятным. Используйте для этого какие-то эфирные масла. Очень хорошо подходит лаванда. Неплохо использовать периодически масло апельсина. Ещё для дома классно подходит пихта. Пожалуйста. Можете точно так же. Либо аромодиффузор, либо воду добавлять, когда вы моете полы. Почистили и потом наполняете пространство. Ну и хорошими эмоциями. Наша с вами квартира это такой же живой организм, который наполняется исходя из нашего состояния. То есть не наоборот. Не бывает такого, что мы приехали куда-то и оно изначально было каким-то плохим. Подумайте, может быть вам нужно тоже почиститься. Квартиру обязательно. Алгоритм существует. Я его давала. Он в свободном доступе. Татьяна, ваш Ютуб... Здравствуйте, Катерина. Ютуб нужен. Он меня к жизни вернул. Так. Чем бусте отличается от платного телеграм-канала? Танюш, я очень рада. Я согласна, что Ютуб-канал нужен. Вопрос только в том, что как бы должна быть во всём целесообразность. Я какие-то вещи всё равно буду там обязательно размещать. Чем бусте отличается от платного телеграм-канала? В платном телеграм-канале у нас с вами такой некий лайфстайл. Мы освещаем важные события. Я делюсь рекомендациями на каждый день. Там у нас Таро-расклады, которые очень сильно систематизированы. То есть не все. Там у нас рекомендации на месяц. Там мы обсуждаем какие-то важные события. Там очень много информации. Там живое общение. Бусти – это, я это называю, Хогвартс для женщин. Там мои авторские комплексы. Кстати, в телеграм-канале они тоже есть. Там такое больше обучение углубленного характера. И они между собой никак не пересекаются. То есть там у нас мы берем комплекс Бусти и с этим комплексом работаем. Сейчас мы изучали чакры, энергию рождения человека. И сейчас мы учимся проводить диагностику энергетической структуры. До этого у нас был, мы работали с голосом, с интуицией. Большой комплекс. Комплекс на работу с эмоциями и телом. И комплекс на раскрытие женской сексуальности. Женской энергетики. Комплекс «Я истинная». Он снимает зажимы, блоки, работает с либидой. То есть там вот такая информация. То есть то, что другие называют марафонами. Я этим не занимаюсь. Я просто загружаю информацию. И мы с девчонками это все проходим. То есть постепенно-постепенно раскрывая в себе свой потенциал возможности. Но с 1 июня Бусти уходят на каникулы на 3 месяца. Но там остается обратная связь. Там остается вся-вся-вся информация. Анюта, здравствуйте. Выглядите шикарно. Я благодарю вас. Мне очень приятно. Есть очень важный для меня человек. Пришли к недопониманию. Он молчит. Я молчу, но тяжело. Как говорится, он с моей головы не выходит даже покурить. Подскажите, как пережить это подвешенное состояние? Вы знаете, ну, во-первых, нужно понимать, почему молчите. В отношениях всегда должен быть кто-то мудрее и умнее. И я в таких ситуациях всегда предлагаю действовать исключительно в своих собственных личных интересах. Давайте начнем с этого. Если мы будем играть в кто кого переглядит и кто кого перемолчит, наверное, счастливых пар и отношений станет очень-очень мало, а детей рождаться будет еще меньше. В данном вопросе очень многие женщины воспринимают первый шаг навстречу мужчине как определенный акт слабости. Из серии, ну, например, «А что это я пойду первая?» Вы для себя должны этот вопрос выяснить. Если вас эта ситуация тяготит, если вас эта ситуация беспокоит, если она вам доставляет дискомфортное состояние, то вы как минимум для себя должны этот вопрос закрыть. Взять, выйти первый с позиции взрослого человека на диалог, закрыть для себя какие-то информационные пробелы и уже потом дальше действовать от этого состояния. Потому что, исходя из той информации, которую вы получите от своего человека, любимого или дорогого вашему сердцу человека, вы будете дальше строить определенную концепцию своего поведения. В отношениях всегда должен быть кто-то мудрее. Мы иногда очень сильно ждем определенного такого, знаете, мудрого поведения от мужчин. Но давайте не забывать, возраст или гендер в этом вопросе вообще никаким образом не играет роли. Бывает душа у женщины настолько мудрая, что мужчина рядом с ней постоянно растет и учится, и потом подтягивается. Бывает наоборот. Я бы тут скорее, наверное, оценивала не потому, что это мужчина или женщина, а по принципу того, что вам дороги эти отношения, вам дорого свое эмоциональное состояние, вам дорого поддерживать вот этот огонечек, или вы хотите получить для себя ответы, возьмите, сделайте первый шаг. В конце концов, это для вас. А дальше уже будете думать. Это можно для бесконечности, вот эту ментальную жвачку, жевать, 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 и не закрыть этот вопрос. Все будут сидеть и обижаться. Кстати, я могу сказать по своему собственному опыту, я раньше вот эту свою позицию, выйти первый на диалог, воспринимала как слабость. Пока я не поняла, что это моя невероятная сила, потому что она дает мне ощущение уверенности в себе, и она не загоняет меня в позицию, когда я сижу и до бесконечности гоняю, а что он, а что я. Вот и все. Да просто взять, подойти, поговорить, и закончить для себя какое-то вот это подвешенное состояние. Как понять свое предназначение? Я сейчас словно на паузе, есть идеи, куда дальше, но не решаюсь. Ну, если вы уже владеете идеей, куда вам идти и что с этим делать, тогда просто брать и делать. Как найти свое предназначение? У меня есть на ютубе видео по этому поводу, есть в платном канале огромнейшая такая прям информация по поводу того, как найти свое предназначение. Приходите. Если вы четко знаете, чего вы хотите, ваше интуитивное чувствование направляет вас уже в сторону того, что приносит вам удовлетворение, то вы просто берете и делаете, потому что можно сидеть до бесконечности, думать, а к чему это потенциально могло привести. Никогда ничего не попробовать. Плюс держите в голове. Вам кажется сейчас, что это ваше предназначение. Когда вы начинаете активно действовать, ваше восприятие себя, ситуации, окружающего мира оно может в значительной степени поменяться, вы трансформируете свое знание и видение во что-то другое. Вот так вот постепенно вы будете к этому вопросу подходить. Только через активное делание. Других рекомендаций нет. Можно сидеть до бесконечности, собирать информацию во всех мыслимых и немыслимых источниках, но до тех пор, пока вы не начнете действовать, вы так и будете сидеть на паузе, мариновать эту идею и в итоге ничего не сделать. Плюс, знаете, мы стали такими заложниками, на самом деле, очень интересной ситуации, которая сейчас сложилась в мире. Сейчас объясню. Как-то на ютубе, да, по-моему, да, точно, на ютубе, я в сообществе разместила статью о том, что так и так, там, приглашаю в свой телеграм-канал, и получила комментарии от одной девушки, которая мне сказала следующее. Вот, Катерина, вы только и начали заниматься коммерцией, вы как настоящая инфо-цыганка. Человек имел в виду тот факт, что я периодически не рекламирую, а обозначаю, что у меня есть платный телеграм-канал, в котором еще больше информации. Человек это воспринял как определенный момент того, что я пытаюсь ей продать идею. И я задумалась о следующем. А, и следующая была такая маленькая ремарочка в конце. Сейчас время не то. И я села и задумалась, думаю, как интересно. Ровно до 2022 года нам из каждого утюга кричали о том, что ты везде опоздал. Вот еще чуть-чуть-чуть-чуть, и ты вообще ничего не успеешь. У тебя вообще уже там практически все миллионеры, миллиардеры и у всех там по яхте-самолету, по пятикомнатной квартире, а ты как лузер сидишь. Давай быстрее беги и что-то делай. А сейчас нам говорят о том, что время не то. А когда то-то будет время? Вы понимаете? Дело в том, что вот это количество сумасшедших страхов, которое нагнетается вокруг, огромное количество людей эти страхи на себя перенимают и начинают тоже думать. Ну как-то неловко, наверное, заявлять о своих услугах. Время сейчас не то. Да в смысле не то. Адекватные люди, грамотные специалисты и действительно эксперты во все времена всегда нуждались в адекватных людях. Человеку нужен человек. И мы до этого уже не успели, а сейчас время не то. И сидишь и думаешь, а когда оно то-то будет? Вот сейчас самое лучшее время. Берете и делаете. И тогда вы со своим предназначением прекраснейшим образом разберетесь. Мои близкие не одобряют моего избранника, так как он иностранец. И скорее всего они просто боятся меня потерять из своего физического поля, так как в семье не мама, а именно я зажигалка и настроение в моей семье. Как же сделать этот процесс сепарации менее болезненным для близких? Алла, а с чего вы решили, что мне кажется, вы на себя водрузили очень такую вот интересную составляющую? А вы думаете, что без вас все потухнет? И семья развалится? Вам не кажется, что вы сейчас немножечко на себя водрузили больше ответственности, чем вам требуется вообще в принципе взять на себя? Иногда то, что человек не нравится как иностранец, может говорить исключительно о том, что родители могут пугать культурная разница, ментальная разница. И вместо того, чтобы гадать и надевать на себя определенный ореол того, что вы являетесь центром притяжения во всей семье, вам нужно подойти и задать родителям вопрос. Мам, папа, почему вы боитесь? А что вас в этом вопросе беспокоит? И вы удивитесь, вы получите настоящий, искренний и практически правильный ответ, который просто может вам не понравиться. И вот вопрос заключается в том, что а почему вы додумываете за своих родителей вместо того, чтобы подойти у них и спросить? Понимаете? Ну, вам ничего не мешает поддерживать контакты со своими родителями в тех полномочиях, которые у вас существуют. Почему вы маму так вот обозначили? Так может, она еще больше расцветет. Вы там, она за вас успокоится, вы на ее вопросы ответите, вы с ней пообщаетесь, она перекрестит вас в лоб, поцелует и скажет, иди, доченька, в светлую жизнь. А сама наконец-таки расслабится и начнет жить как женщина. Не надо додумываться со мной в этом вопросе, надо просто подойти и задать вопрос своим родителям. Процесс сепарации безболезнен только тогда, когда мы честны. Так как мы говорим сейчас с вами, то вы будьте максимально честны со своими родителями. Я скажу вам честно, мало есть таких семей, в которых прям вот молодой человек там сходу прям вызывает сумасшедший восторг. Это всегда определенный момент конкуренции. Не более того. И беспокойство по родительскому типу. Я могу вам сказать, что даже самый продвинутый там человек, у которого наступило просветление, и он весь такой адекватный, все равно в любом случае будет переживать за своего ребенка, а все ли с ним будет хорошо. Учитывая тот факт, что мы все выходим из разных семей, с разным культурным, ментальным наследием. Я думаю, что здесь вопрос просто переживаний за вас, как за ребенка, а не как за то, что вы энергетический донор, которыми все питаются. Добрый день. Можно ли как-то понять, что именно в жизни пошло не так, что сбило с пути? Можно. Если вы четко понимаете, куда вы хотели идти, самое главное. Вот у вас был четкий вектор, вы знали, куда вам идти, а тут вас бац и что-то сбило. Вот вы вернетесь в точку, где у вас пошел перекос, сядьте и подумайте, а я точно туда пошла. Так что здесь все очень просто, можно. Как, по вашему мнению, девушке нужно съезжать от родителей и жить одной? Кто-то говорит, что чем раньше съедешь, тем лучше пройдет. Наверное, сепарация все-таки, да? Есть условно взрослый возраст детей. То есть, ну, грубо говоря, мы говорим о том, что до 21 года ребенок все равно еще находится в определенном поле своих родителей. Существуют определенные условия, у каждой семьи они там свои разные. У кого-то ребенок может позволить себе жить до 21 года с родителями, пройдя сложный этап, например, поступления в университет, какое-то высшее учебное заведение, пройдя первый курс, ты там 20-21 год спокойно съезжать от родителей. Дольше жить с родителями вы должны смотреть по своей собственной личной готовности. Лично я надеюсь, что мои дети в 21 год со мной уже жить не будут. Объясню почему. Потому что вы, проживая в родительском доме, должны принимать определенные условия, которые поставляют ваши родители. Да, мы говорим о том, что мы там с личными границами все разобрались, у вас супер понимающие родители, но у вас в любом случае наступает момент, когда вы должны выйти в эту жизнь, насовершать определенное количество ошибок, своих собственных шишек. Родители – это не снегоуборочные машины, которые идут перед вами всю вашу жизнь для того, чтобы расчищать вам путь. Наступает момент, когда человек и личность должны отправиться в новый мир. Примерно в 21 год. Это прям идеально, чтобы вы брали и уходили. От родителей съезжали, пробовали что-то новое, жили так, как вы считаете необходимым, научились финансовой грамотности, научились готовить себе еду, осознали, что холодильник – это не скатерть, самобранка, что вода, которая течет из крана, не включается вот так. Это не с целью проучить ребенка, это с целью помочь ему вставить правильные цели задачи и направить его по адекватному жизненному пути. Я считаю, что родители должны отпускать своих детей, дети должны уходить из родительского дома. Я ушла в 19 лет и ни о чем совершенно не жалею. Вот все. Я считаю, что это было самое правильное мое вообще в принципе решение в 19 лет, если я съехала от своих родителей и начала жить самостоятельно. И очень рада этому обстоятельству, еще раз повторюсь, надеюсь, что мои дети, во всяком случае, я сделаю все в хорошем смысле для того, чтобы в 21 год они уже жили самостоятельно, четко понимая, куда они идут. Поэтому я считаю, что это тот возраст, когда уже необходимо как бы куда-то от своих родителей съезжать. Как правильно отказывать, когда просят в долг? Светлана, да просто брать и отказывать. Говорить, я сейчас не располагаю суммы денег для того, чтобы тебе помочь в этом вопросе. Все. Почему вас это смущает? Вы чувствуете, что вас не будут после этого любители и уважатели скажут, что вы жадины? Ну, пускай так думают. Представляете тогда, какие люди не очень хорошие из вашей жизни отсеются? Просто говорить, честно, я сейчас не располагаю суммы денег. Или просто, как я, например, отвечаю всегда, ты знаешь, я не даю в долг. Это моя принципиальная позиция. Все. Я деньги в долг никому не даю. Почему? Потому что я предполагаю, что если я дала человеку определенную сумму денег, мысленно я должна с ней расстаться. Все. Потому что могут произойти какие-то ситуации, обстоятельства, при которых человек не сможет мне отдать эти деньги, а я буду сидеть и думать, каков мерзавец. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже рада вас видеть. Проблема отсутствия инициативы мужа в интиме. Прорабатываю свою женственность, поддерживаю красоту, не зная, в каком направлении двигаться. Спасибо. В направлении аккуратного, деликатного разговора со своим партнером. предложить ему какие-нибудь игрушки, например, интимного характера, проявить в этом вопросе определенный некоторый момент инициативности, потому что иногда у мужчин существует внутренний блок на проявление инициативы. Ибо социум беспощаден не только к женщинам, он иногда беспощаден и к мужчинам. Их вообще сейчас очень сильно задергали по теме того, что там ты на меня как-то посмотрел, ты меня оскорбил. Вот эти все, знаете, псевдофеминистские вот эти вот высказывания. Я не говорю о том, что все святые мужчины, но вот это гипертрофированное состояние, оно присутствует сейчас в социуме. Поэтому вы можете абсолютно спокойно предложить. Здесь еще вопрос некоторые разницы в темпераментах может быть. И в данном случае, ну давайте так, только если вы не будете проявлять постоянную инициативу, если у мужчины просто сам по себе темперамент на более низком уровне находятся, то здесь только проявление вашей инициативы может разнообразить вашу интимную жизнь. У мужчин тоже существует определенный такой некий внутренний запрет на то, чтобы проявлять вот этот определенный внутренний мужской огонь. Почему? Потому что у нас существует ну такой, знаете, чуть-чуть социального типа убеждения, что социальная роль жена подразумевает определенную в роду серьезность. То есть муж с женой должны быть очень серьезными. очень серьезными, не дурачиться, не обниматься, не целоваться на людях, упаси бог, пример опять же хороший, подавать своим детям. И вот эти все определенные моменты мужской, женской сопричастности в браке, они стираются со временем. Соответственно, если мужчина не проявляет некоторую инициативность, будьте вы более игривы, проявите ее. В большинстве случаев мужчина очень радостно реагирует на подобного рода инициативу и интимная близость, она становится более яркой. как пережить измену. У меня есть целый прямой эфир, который у нас с вами про измены. Можете посмотреть его, нужно разобраться в этом вопросе, в первую очередь осознать причину, почему так произошло. Измена это всегда больно, романтизировать ее тоже не стоит, у нее всегда есть определенная такая, знаете, вот, ну, фундамент некоторого предательства человека по отношению к самому себе и того, кого он, собственно говоря, там, например, обманывал. У измен есть определенная такая некая первичная причина. Посмотрите, пожалуйста, этот прямой эфир. Но в любом случае это три этапа. Это полностью отстройка от партнера, то есть максимально все какие-то символизмы поубирать, поубирать все, что вас с ним связывало, желательно убрать в дальний ящик какие-то совместные альбомы, фотографии, то есть поменьше, поменьше, поменьше всех вот этих вот символизмов. Дальше это определенный процесс восстановления, если вы чувствуете, что вы не справляетесь одна, не надо под руку алкоголя, танцпол и тиндер вас не спасут. Это глубинная работа, честная в отношении себя, своего тела, желательно с каким-то сторонним специалистом, которому вы доверяете. Это максимальное себе уделение внимания, дать время на страдания, не пытаться это компенсировать какими-то псевдо-яркими выходами за печки из серии красная помада, каблуки, танцпол, смотри, сволочь, кого-то потерял. Это определенный процесс такой, некий даже где-то внутри реинкарнации вашей по женскому типу, возврат к базовым настройкам и уже потом определенный момент выстраивания отношений. Это длительный процесс, в среднем, ну где-то, наверное, грамотно, если мы говорим об этом, то вот от момента, когда вы осознали, что вам больно, до момента определенного исцеления порядка двух лет уходит. И мы говорим тогда о том, что происходит такое некое прям полное преображение женщины. Самое главное, не торопите себя в этом вопросе. Мне часто говорят, что я не в реальности, это что я убегаю от нее. Мне скучноват и в этой реальности без таких исследований. Так, ладно, ладно. Слишком в духовное ухожу или для женщины это нормально в меру? Смотрите, у нас существует с вами определенный такой некоторый закон, который говорит о том, что вверху, то и внизу, что внизу, то и наверху. И для того, чтобы личность, душа, человек гармонично развивалась, у него должны быть закрыты материальные, базовые потребности. Только после того, как у человека закрыты материальные, базовые потребности, мы говорим о том, что мы вносим свежий ветер перемен и начинаем думать о более глубинном духовном состоянии. Поэтому ответить себе на вопрос, для вас это приемлемо или неприемлемо, ответить себе на вопрос относительно того, убегаете вы от реальности или нет, должны только вы, честно ответив прям вот на основные пункты. Все ли у вас хорошо с деньгами? Удовлетворяете ли вы свои потребности чуть больше, чем норма, то есть хватает ли вам на какие-то радости, умеете ли вы зарабатывать деньги и выстраивать отношения с окружающим миром? Вот три составляющие, на которые вы должны обратить внимание. Если у вас все эти моменты закрыты, вы знаете, что как общаться с людьми, то есть вы не занимаете позицию такого, знаете, духовного интроверта. У нас очень много таких людей, которые слишком сложены для этого мира, и я не буду общаться с людьми. По факту, это просто страх выстраивать какие-то внешние коммуникации и никакой загадочной духовности в этом вопросе нет. Это просто неумение банально вести диалог. Если у вас в этом вопросе все закрыто, с денежками у вас все в порядке, вам хватает и на поесть, и на попить, и на оплатить себе жилье, и еще на какие-то маленькие шалости в виде каких-то сверхудовольствий из серии купить чашечку кофе, побаловать себя новой косметикой, устроить себе какой-нибудь день массажа, да, или еще что-то такое наполняющее, тогда ради Бога это все ваше личное дело и ваш персональный путь развития души. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Прожили вместе 9 лет, расстаемся под сантимем мужа. Очень тяжелый период для меня. Нет силы, энергии, полное опустошение. Как понять, что это мой мужчина и не ошибиться в следующий раз? В смысле, как понять, что это ваш мужчина? Это уже не ваш мужчина, потому что вы расстаетесь. Ну все, мужчина принял решение, что вы не вместе. В смысле, ваш мужчина. Он уже не ваш. Он уже бывший мужчина. Сядьте, подумайте, проведите прям вот такой глубинный анализ. Опять же, скажу честно, не в качестве рекламы, потому что у меня это есть. В про-женщины есть двуступенчатая программа, как осознать и понять, какой тип мужчин вы привлекаете и определенная такая нейронастройка на то, чтобы не притягивать по привычному сценарию на какое-то негативное развитие отношений. Самое главное, сейчас отдайте себе отчет в том, что это уже не ваш мужчина. Тогда будет легче понимать. Значит, что-то с этим мужчиной складывалось не так, раз эти отношения прекратили свое существование. У нас очень большой процент женщин зависают вот в этом состоянии, не признавая очевидного факта, неважно, кто выбрал и кто был инициатором расставания. Отношения закончились. Значит, для вас конкретно они не были жизнеспособными по какой-то причине. 9 лет это в принципе много. У нас, как правило, есть кризис 7 лет, у нас после 7 лет могут наступать такие определенные моменты. 9 лет тоже, есть еще 12 лет, это тоже такой момент, 18 лет это тоже такие сложные отношения. Но тем не менее, просто сядьте и осознайте, что конкретно этот мужчина он уже не ваш, потому что отношения с ним прекратились. Здравствуйте, Катерина, здравствуйте, хотела бы узнать, что вы думаете по поводу одиночества. Часто чувствую себя одиноко, будто нет никого рядом. Пустя даже двух недель общения могу сильно привязаться к человеку, а потом страдать от этого. Что я думаю по этому поводу? Я думаю по этому поводу, что вы пока еще недостаточно эмоционально зрелая личность, что до определенного момента является вариантом нормы. Более того, если вы человек с определенными энергиями рождения, у вас 2-го числа, 24-го числа вы рождены, 2-го февраля, у вас есть определенный момент такого, знаете, чуть-чуть залипания на человеке и ощущение одиночества. Тоже касается косвенно тех, кто рожден 6-го числа, 28-го числа в июне, то есть шестерочки, двоечки, они такие вот у нас немножечко гипертрофированы эмоциональны по теме залипания на отношениях. Каким образом вы должны этот вопрос для себя решать? Первое, определить, что такое одиночество. Есть одиночество, когда быть волком хочется на луну. Есть моменты, когда человек сам по себе выбирает такое некое внутреннее состояние определенной изоляции для того, чтобы побыть наедине с собой. Нужно наслаждаться собой в отношениях, а не самим форматом отношений. С собой конкретно. Какая я становлюсь рядом с человеком? Как я себя чувствую? Как я выгляжу? Отмечать вот этот свой прогресс и понимать, что это ваш прогресс благодаря вам, благодаря тому, что вы себе позволили это чувствовать? Одиночество, опять же, определите, что для вас такое одиночество. Когда нет рядом человека, или когда вам даже с собой наедине, очень-очень плохо, значит, у вас крайне мало каких-то увлечений, которые приносят вам удовлетворение. Ну и плюс, здесь очень хорошо работает момент помогающей профессии, когда вы будете осознавать свою такую некоторую ценность. Как научиться идеализировать мужчин? Да просто не идеализировать. Это абсолютно совершенно простой навык. объективно смотреть на вещи. Светлана, наверное, вы считали там от меня какого-то супер совета, рекомендации объективно смотреть на вещи. Просто объективно. Мужчина договорился с вами о встрече и не приехал. Это не потому, что он деловой и работает на ваше совместное будущее, потому что мужчина не поставил данный вопрос в приоритет. Это еще хуже, чем если он об этом никак не предупредил. То есть просто взял в одностороннем порядке как-то отменил. Если действительно какие-то важные дела, то заранее предупредить это одна история. Опять же, не нужно быть спасателем в этом вопросе. У нас очень большой процент женщин пытаются спасти мужчину, дотянуть его до своего идеала. Не подтягивайте его, будьте объективны. Сядьте, подумайте. Так, пройдитесь по основным секторам. Там работа, что с работой, здоровье, что с здоровьем, с деньгами как происходит, что вообще в принципе с каким-то ментальным здоровьем, что с интеллектом. И все. И просто сядьте и подумайте, а почему вы идеализируете мужчину? Он кому должен понравиться? Вам? Тогда вы просто берете и человека подтягиваете под свои стандарты. Или окружающим людям, чтобы они сказали, смотри, какой у нее мужик зачетный. То есть, соответственно, здесь вы работаете на удовлетворение потребностей других людей. Все, вам просто нужно сесть и по-честному себе ответить. Вообще, с какой целью-то я его идеализирую? А уже потом, исходя из этого, отвечает на вопрос, а как этого не делать? Есть ощущение, что в жизни надо постоянно грести усердно, иначе упустишь момент и все пройдет под откос. Про что это? Про то, что вы пытаетесь все в этой жизни усиленно контролировать и себя, и окружающее пространство, и тех, кого зацепляет ваше желание контролировать этот мир. Вы очень торопитесь жить. Очень торопитесь жить. Либо закрыть какие-то свои базовые потребности, и вам кажется, что без этих потребностей, без закрытия этих базовых потребностей ваша жизнь пойдет под откос. Сядьте и подумайте, а сколько вам нужно денег реально для счастья? Не надо расписывать, как бы я потратила 50 миллионов рублей. Не надо сесть и расписать, а вам реально сколько нужно? И вообще, куда вы торопитесь? Какая глобальная цель? Когда у человека есть глобальная цель по жизни, и он четко понимает, что он к этой глобальной цели идет, у него нет потребности постоянно грести, у него есть потребность двигаться к этой цели, отслеживая свои промежуточные результаты. Если вы не отслеживаете процесс промежуточных результатов, а просто постоянно куда-то гребете, то есть шанс, что вы гребете на месте. Научитесь целеполаганию и отслеживанию промежуточных результатов, чего вы достигли, и самое главное, определите, что для вас достаточно. Когда люди начинают по-честному отвечать себе на вопросы по поводу достаточности, вот у меня очень часто на консультациях это бывает, первично люди говорят, что я хочу зарабатывать 5 миллионов рублей, в итоге мы сходимся к тому, что и 250 тысяч достаточно. Так, как выстроить благоприятные отношения с коллегами-женщинами на новом рабочем месте? Боюсь, что в условиях высокой конкуренции это будет сложно осуществить. Смотрите, вот в вашем вопросе на самом деле уже кроется одна такая интересная штука. А вы хотите отношения с новыми коллегами выстроить или показать свои конкурентные преимущества перед ними? Потому что если мы говорим о том, что в условиях высокой конкуренции это будет сложно осуществить, то тут идет момент борьбы за место под солнцем. То есть вы не выстраиваете отношения, вы конкурируете, показывая тот факт, что вы лучше. Так изначально уже, ну, давайте по-честному, выстроить отношения уже будет достаточно сложно, если вы идете как такой достигатор-завоеватель для того, чтобы определить свои конкурентные преимущества. Если вы хотите выстроить взаимодействие с женщинами-коллегами, сядьте хорошенечко, понаблюдайте, не надо это делать с первого дня. Понаблюдайте, кто что из себя представляет, кто как общается, кто с кем общается, какие у них основные темы взаимодействия, кто в курилке ходит, кто чаи гоняет. Вот это определенный такой момент. Отследите, кто там лидер, он всегда есть, и как этот лидер себя ведет с окружающими людьми. Что-то вы можете взять себе за основу для выстраивания отношений, но обязательно туда добавляйте свой какой-то личный почерк. Сразу всем пытаться угождать не нужно, достаточно просто приятные беседы, иногда можно купить какой-то печенье к чаю или кофе, ну и самое главное быть расслабленной. И не надо сразу действовать с позиции конкурентных преимуществ. Ксения, как бороться с чувством постоянного страха? Нет единого ответа на этот вопрос, потому что нужно знать, с каким чувством страха вы боретесь. На каждый страх есть свои рекомендации по его нейтрализации. Катерина, здравствуйте, что делать со страхом вступления с мужчиной в близкие доверительные отношения? В отношениях три месяца, секс восхитительный, но у меня на фоне двух предыдущих разводов дикий страх, что все закончится, я потеряю себя. В первую очередь не растворяться в мужчине, у вас есть свои личные дела, есть свои личные потребности, есть те, скажем так, привычные досуговые аспекты, которые были до того, как вы вступили с мужчиной в какие-то определенные отношения. Сохраняйте этот момент, потому что он будет вам помогать чувствовать, что у вас есть что-то условно из вашей прошлой жизни, где вы были максимально предоставлены себе. Это очень важный момент. То есть не нужно полностью подстраиваться под мужчину, под его какие-то личные интересы. То есть если вы не играли в футбол, не надо с ним бежать на футбольный матч. Да, вы можете рассмотреть такой вариант, но вот эта ваша личная женская идентичность, она должна сохраняться. Да, могут быть значительные какие-то корректировки, вы можете пойти на определенный компромисс, и главное не идти на уступки. Что происходит у большинства женщин? Когда мы начинаем идти на уступки вместо компромиссов для того, чтобы удержать мужчину рядом с собой. Все. Вот уступки, это когда я наступлю на горло своим желанием, лишь бы миленький был счастлив. Миленький может быть счастлив, если вы пойдете с ним на компромисс. То есть да, окей, давай, но в следующий раз вот так вот так. Плюс у меня есть классное, кстати, на самом деле видео, как построить идеальные отношения. Конечно, название кликбейтное, но там суперполезная информация, как с самого начала отношений выстроить гармоничный союз. По-моему, его на ютубе уже нет. В ближайшее время я загружу его сюда, в телеграм-канал. Там важная инфа, она будет, кстати, действительно очень-очень полезна. Катюша, доброго дня. Здравствуйте. Возникает проблема в отношениях с подругами. Почему-то последнее время ощущаю искусственность в дружбе. Проблема во мне или просто пора менять подруг? Спасибо. Смотрите, какая интересная штука. Мы все равно находимся всегда в противофазе с людьми. Не бывает такого, что мы все, дружно взявшись там за руку, шагаем по нашему личностному росту и духовному развитию. Мы всегда идем разными путями, понимаете? И, соответственно, не бывает такого, что все идут по одной линии, по одному вектору. Если вы чувствуете, что вам стало дискомфортно, постарайтесь не сразу оборвать все связи, а немножечко отстраниться от людей, пообщаться с теми людьми, с которыми вам комфортно. И на расстоянии, уже чуть-чуть отстранившись от вашего привычного круга общения, вы поймете, в чем проблематика. Либо вы стали очень требовательны в отношении людей, либо объективно вы уже находитесь на разных уровнях мира ощущения и мира восприятия. И тогда, сохранив какие-то приятельские отношения, не разрывая определенные контакты, вы не будете ждать от них слишком много, а они не будут пытаться вас затащить на свой уровень развития. Приятельские отношения какое-то время вы будете поддерживать, но если эти отношения уже для вас не актуальны, то они просто-напросто закончатся по взаимной инициативе обеих сторон, чтобы вам больше никогда не думалось о том, что я там прервала какие-то контакты. Так, Екатерина, добрый день. Здрасте, Елена. Вы сказали, что Бусти уходит на каникулу. Как будет происходить оплата? Елена, Бусти – это совершенно автономная история. Оплата происходит так же, как и... Я к тому, что просто на Бусти не будет новых комплексов, не будет программ. Все то, что уже загружено было ранее, оно там так и останется. Вы также сможете пользоваться этой информацией, писать мне в личные сообщения. Я к тому, что просто там июнь, июль и август не будет новых комплексов, не будет нового обучения, потому что я сейчас очень занята новым обучением, прохожу новое обучение, поэтому надеюсь, что к сентябрю я запущу новый проект. То есть у меня есть в планах запустить новый интересный проект. Я очень надеюсь, что у меня это получится, потому что там в свете переезда, я не знаю, наверное, не все в курсе, да, я переезжаю. Сейчас у меня активная фаза сбора вещей здесь, в Москве, для того, чтобы переехать в другое место. Там заканчивается ремонт. Мне нужно очень много всякого разного за этот период реализовать, гнездоваться хорошенечко, обрасти определенным комфортным скарбом и уже после этого выходить на какие-то новые для себя там процессы взаимодействия. Можно ли подготовиться к переезду в новый дом? Да, можно подготовиться к переезду в новый дом по тому же алгоритму, что мы чистим дом. Подготовьте его, наполните и заходите. Как поднять энергию и иммунитет? Давайте это мой вопрос тогда обсудим чуть в другой раз, потому что там очень-очень много всего. Мое тело говорит, приходите, Танюш, пройдете и иммунитет поднимите, и с эмоциями научитесь разговаривать. Находится в бусте комплекс. Тема заземления, если колбасит. Да, заземление у нас всегда одно. Уборка, спорт, адекватный пересмотр питания, медитативные практики, заземление, приземленные занятия, которые возвращают нас в состояние здесь и сейчас. Очень круто с заземлением работают у нас с вами прогулки. Прогулки, пробежки, там, где мы даем телу нагрузку, только не гипертрофированную, а такую аккуратную, постепенную и плавненькую. Как показать себя с хорошей стороны в компании мужчин? Быть собой. Быть собой, быть естественной, быть настоящей. Быть аккуратной, быть элегантной для себя. Нарядиться и накраситься так, чтобы вы на себя в зеркало посмотрели и сказали, етить-колотить? Вот это дама! Вот это красота! Вот это обалдеть! И куда это я такая красивая нарядилась? И куда это я такая красивая собралась? Показать себя лучше стороны можно только тогда, когда вы на внутреннем уровне ощущаете, что вы в лучше своем сейчас состоянии. Это считывается. Можно сидеть, конечно, с мажоркой, а можно сидеть там, строите себя. Борис Борисович, да вы знатный шутник! Или наоборот, ну, чего, заплатишь сам? Какой ты мужественный! Вот это все не работает! Да будьте с собой! Захотели бы похохотать? Ну, похохочите! Расслабленная поза! Постойте около зеркала, я не знаю, там, поработайте с мимикой, потренируйте походочку, выполните растяжечку. Вот, есть, кстати, классные медитации у меня на YouTube-канале, как к свиданию подготовиться. Установочки там очень классные. Ими прям так наполняетесь и ощущаете, как вы, ну, нейропрограмма там очень грамотная, очень хорошая такая, очень мягкая. Вы по-другому немножечко себя воспринимать начнете. Так, как общаться с мужчиной, который сначала появляется, ухаживает и резко исчезает? Потом опять появляется, исчезает и постоянно, так постоянно. Ну, тут мужчина держит вас, поймите меня сейчас правильно, на очень коротком поводке. Его всегда рассчитывают на то, что у вас будет абсолютно одинаковая реакция на его поведение. Сначала это определенный момент, такого, знаете, голода. То есть он сначала вас кормит, 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 а потом голодный оставляет. Голодный, не давая вам никакого внимания. Почему? Потому что несколько таких циклов, и вы уже будете воспринимать его как глоточек свежего воздуха и просто амброзию. Да, вот божественная, божественная питательная среда для вас. Все, вы на крючке. Таким образом, мужчина у вас вызывает определенную рефлекторную привычку. Я пришел, я окружил тебя огромным количеством внимания. Это чистой воды манипулятивная техника, которая прекрасно осознается мужчине, он ее четко отслеживает. Почему? Потому что он ждет от вас конкретного результата, конкретного проявления. Все. Отношения благоприятные и здоровые, они выстраиваются в определенной последовательности. Это не яркие отношения, когда два человека встретились, сошли с ума, а потом начинают что-то там пытаться строить. Отношения гармоничные, они раскрываются постепенно. Когда людям хочется находиться вместе, хочется быть рядом, происходит этот постепенный процесс сопричастности, формирования. А если человек вас постоянно держит в таком вот голоде, а потом резко дает вам энергию, он вас дрессирует. Дрессирует для того, чтобы вы четко отвечали его запросу. Я не могу сказать, что с этим мужчиной любая женщина будет счастлива. Вот и все. С такими мужчинами нужно прощаться, либо действовать так же, как действуют они, если у вас есть время на то, чтобы этим процессом заниматься, и достаточное количество энергии, желания, и это прям пипец какой там сумасшедший вариант, которого вы ждали прям вот всю свою жизнь. Но я сильно сомневаюсь, что кто-то таких ждет всю жизнь, честно говоря. Я не рекомендую с такими связывать свою вот именно жизнь по одной простой причине, что там сплошная дрессура будет. И даже если вдруг он начнет уделять вам большее количество внимания, проводить рядом с вами больше времени, вы еще больше попадете в ловушку доказывания ему, что вы самый лучший вариант в его жизни. И вот посмотри, как тебе со мной хорошо. Вы просто попадете в ловушку демонстрации своей исключительности. Такие женщины, как правило, не являются единичными в жизни мужчины. Ирина, когда у меня день рождения, если не секрет? Нет, не секрет. День рождения у меня 1 июля. Я по знаку зодиака рак. Рак по знаку зодиака. Кстати, почему-то, когда говорю, что я рак по знаку зодиака, очень большой процент людей очень сильно удивляются. Да, сегодня был, кстати, интересный пост по поводу дня рождения. Это был в платном канале про женщин. Я там поделилась тем, как я готовлюсь к дню рождения. И это не про 12 первых дней. Там чуть-чуть все по-другому. Так, добрый вечер. Интересно было узнать ваше мнение насчет того, что мы своими практиками можем воздействовать на состояние мужа в хорошем плане, если у него, к примеру, заболевание. Смотрите, вообще, на самом деле, все, что касается мужчины, это немножечко другая история, нежели взаимодействие между матерью и ребенком. Да, вы находитесь в эгрегоре семьи, да, вы находитесь в определенных состояниях сопричастности через интимную близость. Вы обмениваетесь определенными энергиями, безусловно. И вот давайте так. Напрямую все равно в любом случае воздействовать на выздоровление мужа через там свою энергию, какие-то практики. Вы не можете. Вы можете воздействовать исключительно на свое собственное личное состояние, наполняться по этому поводу, наполняться определенными энергиями для того, чтобы мужчина рядом с собой видел жизнерадостную, жизнелюбивую, наполненную, здоровую женщину. Понимаете? Это такой некоторый момент, я бы сказала, даже хорошего примера перед глазами. А вот приготовление пищи, определенная уборка дома, это же тоже практика. Понимаете? Приготовление пищи – это практика. Вы ее наполняете женскими созидательными энергиями. Да. Там, например, вы убираете квартиру, чистите ее от негатива, наполняете. Это практика-практика. Помогает она мужчине? Конечно. Потому что он приходит в дом, где он исцеляется. А вот если мы говорим о том, что вы, например, медитируете на здоровье мужчины, или еще что-то, это не работает. Почему? Потому что в данном случае идет момент нарушения его воли изъявления. Воли изъявления его души. Каждое наше заболевание, оно дано нам для определенного какого-то исцеления. И как бы сейчас меня там кто-то не захотел кинуть тапком, я знаю, о чем я говорю. Я очень хорошо понимаю и отдаю себе отчет в том, что я говорю. Это действительно так. Оно дано нам для того, чтобы мы что-то пересмотрели в своей жизни. И это определенный процесс, который должен пройти, например, муж. А вы можете ему помочь, задавая такой общий энергетический фон и такое ваше женское состояние, при котором, глядя на вас, у него будет просыпаться энтузиазм, будет просыпаться воля к жизни. И он скажет, Господи, ты рядом со мной самая лучшая в мире женщина. Я сто процентов должен исцелиться, выздороветь для того, чтобы с ней прожить еще целую кучу лет, потому что это лучший человек в моей жизни, это мой любимый человек. Вот тогда да. Тогда я убеждена, что это все работает. Вижу, нравлюсь мужчине, но он не проявляет себя, не говорит, что чувствует. Итак, режим ожидания. Как вести себя, чтобы он проявился? Благодарю. Ну, перестаньте его ждать для начала. Понимаете? Ну, просто перестаньте ждать его. Поймите, мужчина всегда говорит о своих чувствах. Когда мужчина что-то чувствует, он об этом говорит. Ну, он как-то об этом хотя бы намекает. Перестаньте его ждать. Перестаньте сливать энергию вот в этот режим ожидания. Затянувшиеся. Перестаньте. Занимайтесь своими делами, своей жизнью. У вас, я убеждена, 1500 своих собственных личных увлечений. Не надо тратить время на режим ожидания, когда он там что-то скажет. У него рот есть. У него есть рот, и он может им говорить. Вы можете задать ему вопрос. Опять же, мы здесь с вами возвращаемся к теме. Вот первый вопрос, который у меня был, да, каким образом там, вот если есть определенная недосказанность, ну, задайте вы ему вопрос. Дорогой мой человек, для меня безумно важно, когда у меня в отношениях есть обратная связь. Почему это мне важно? Можете прям прелюдию такую вербально устроить, да? У меня есть очень большая потребность в получении обратной связи от мужчины. Меня это наполняет, меня это вдохновляет, мне это дает ощущение спокойствия, наполненности. То, что происходит сейчас, для меня проблематично. Я не могу, когда я не получаю какой-то обратной связи. Скажи, пожалуйста, как ты видишь будущее наших отношений и его развития? Вот спокойненько, просто, просто спокойненько. и посмотрите, что скажет мужчина. Послушайте, самое главное, что он скажет. Не более того, проявите инициативу, задайте ему вопрос. Вообще, а как он видит развитие ваших отношений, да? А как он вообще? Планирует ли он что-то? Или ему вот этот вот момент шалтая-болтая, он его вполне устраивает, он всю жизнь так отношения выстраивал, и ему нужна либо супер инициативная женщина, либо вообще, как бы ему по барабану. Потому что, знаете, есть такие мужчины, которые говорят, ну, удиви меня, докажи, что я тебе нужен. В смысле, что значит я тебе нужен. Тебе отношения нужны или нет? Если да, давай работать вместе, если нет, ну, извини, конечно. Взвалить вот сюда вот себе на холку и до конца своих дней переть вот этот вот обоз, ну, оно вам надо. Я думаю, что вряд ли. Есть техники убрать тазовый блок, есть, в пусти, целый комплекс, называется, я истинная. Там мы работаем, там и саблиминалы, и аффирмации, и упражнения на снятие блоков в тазовом дне. Вот. В сентябре по осени планирую еще один новый курс, который у нас будет посвящен интимным мышцам. Вот. Я надеюсь, что я все сделаю. Ну все, милые девочки, заканчиваем наш сегодняшний прямой эфир. Мне кажется, я очень много дала информации. Честно, пообщалась прямо души. Честно, рада очень. Прям рада, что с вами поболтала, рада, что вы нашли время. Я вас сердечно благодарю за доверие. Еще раз. Пожалуйста. Вот давайте, чтобы не теряться, все-таки будем здесь, в телеграм-канале находиться, потому что, с ютубом, я пока не знаю, что будет дальше происходить. Вот. Во всяком случае, какие-то видео, которые уже у меня готовы, они действительно будут выходить здесь. Здесь они будут выходить. Обнимаю вас. Благодарю за то, что вы были, за то, что вы уделили мне внимание. И любите себя, цените и балуйте. Моя традиционная фраза, мой девиз по жизни, что себя нужно любить, ценить и баловать, это то, что помогает нам не просто чувствовать себя какой-то счастливой, цельной женщиной, а в первую очередь ощущать тот факт, что мы живем, потому что мы себя любим, ценим и балуем. Оставайтесь здесь, приходите в ПРО Женщин, там реально очень много интересного. Там можно и со мной разговаривать, и есть обратная связь. Все, всем пока и до новых встреч в эфире.